Здарова, стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что я продолжаю предрелизное в стиме прохождение Old World за Персию. Первый у нас правитель Лёшес Просвещенный. Кстати, надо бы наследника тоже как-нибудь, Гарпак. Вообще неинтересно. Но в любом случае, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку. Ну что ж, как мы Гарпага переименуем? Давайте что-нибудь. И персидское такое, и современное, чтобы было... Короче, я придумал. Давайте он у нас будет Андреем. Внезапно такое греческое имя. Идея в том, чтобы его уже сын был Степаном. Вот такая приколюха. Ладно, уберу свою рожу. Мы тут пока развиваемся. Значит, тут мы с варварами разбираемся. Тут у нас поселенец пойдет. А, мы тут всеми походили, в общем-то. Тогда завершаем. Худлинь, шесть приказов. Вообще, я могу... Могу дипломата назначить, но у меня нету ни одного... Видите, в предваре нету ни одного человека... Военачальник, оратор или дипломат, чтобы его назначить, к сожалению. Я думал, вот этот будет министр более-менее. Поэтому даже не выбирается никто. Так, что мы еще можем сделать? Трежься от престола. Так, обратить в Зараст... Я все еще не в Зарастризме. Тогда давайте обратим нашего лидера в Зарастризм. Ну, потратим ходы и цивики. Отлично. Ну, это поможет лучше распространять его. И отношения с Зарастризмом лучше. Так, и у нас Персеполь тоже в Зарастризме. Вот Садарвас не в Зарастризме. Надо бы... Ну, ладно. Завершаю ход в любом случае. Так, скауты оси... Или только Грецию, я так понимаю. Нет, еще двух мы не встретили. Грецию и Вавилон. Нет, Вавилон мы... Вавилон... Ух ты! Ай-яй-яй тут у нас происходит. Так, на занятиях по тактике Гордия случайно развязалось соперничество между царскими военачальниками. И Шапур, и Астяк слышали, как она не таясь. Так, надо... Видите, у нас не тактик, так что придется... Под влиянием... Под влиянием, а кто-то разочаровывается. Так, кто нас тут покручает? Военачальник это тактик. Блин, все нормальные. Ай-яй, ну тут... Ладно, давайте вот этого поддержу. Оказывается, под влиянием. Так, послание от Аждоната. Она приглашает нас посетить дворец Карфагена. Если я посещу плюс 2 к Харизме... Блин. Либо у меня с Карфагеном ухудшатся отношения еще. Но, с другой стороны, и посещение не улучшит. Хотя очаровано будет написано. Плюс 80 мнение. Не хотелось бы с Карфагеном, конечно, воевать. Хорошо, а по 7 у нас тут минус 28. Вот с этими все зашибись. Кстати, а почему? Нету членов совета. Нету членов совета. Блин. Но вообще я и так иноземец. У меня есть такая... Или нету? Две к Харизме. Ладно, посещу. Так, ну нам надо вот с этими разбираться сначала. Видите, этот как меткий глаз. У него не влияет от дальности. Дайте я сюда встану. Сейчас сначала стрельну этим. Не хотелось бы просто из леса выходить там. Сначала я считаю, надо с конями сначала разбираться. Блин, опять тут варвары. Я же уничтожил лагерь. Столько раненых, обычно кого-то убьют тут все-таки. Что, все еще нету названия у этой горы? Так, по слухам, гора Судеты таит в себе залежи неизвестного переливчатого металла, скрытого между камнями. Жители Персеполя очарованы рассказами о мерцании горы в лучах закатного солнца. И уже вскоре множество групп готовят экспедицию к новому чуду природы. Какой из них вы окажете покровительство разведки месторождения? Гора Священна. Плюс 40 за раз. Собрать образцы для исследований, либо для тренировок. Ну, мне сейчас военные очки не нужны. Я все-таки науку боюсь. За растризмом вроде я тоже, ну, как бы нормально. Давайте науку. Так, что я открыл? Я что-то бесплатное, рабочего еще бесплатно получил. Дальше у нас все исследование, да? Наверное, надо сельское, лесное хозяйство, чтобы лесопилки строить. Блин, Верховный Советник тоже хочется, честно говоря, вот этого Ахименида. Не Ахименида, извините, а Данибала, министра, поставить Верховным Советником. Давайте, наверное, Верховный Советник. Тем более, тут еще колесница откроется. Но, правда, я не могу колесницы строить. У нас лошадей нету, да, среди ресурсов. Свиней дофига? Мы могли бы на свиньях тагадымкать, правильно? Но игра не дает. Я считаю неправильным. Могли бы на свиньях такие тагадым-тагадым. Тагадым-тагадым. А, на Верховного Советника колесо со спицами. Так, семь приказов еще. Давайте порабочим, наверное. Так, ну тут не захватываются рабочие поселенцы. Их могут убить. Но раненые, они дольше строят все. Кстати, я могу везде гарнизоны же еще построить. Так, я вообще здесь хотел, точно хотел святилища. Ладно, давайте тут святилища начну. Вот это. Плюс 20% к сетям. По одному святилищу на город можно строить. Так, здесь. Вот здесь я бы точно стены еще строил. Потому что карфаген. Или сказано... Не, ну денег у меня дофига. Стены давайте. Тем более стены минус к несчастью дают. Так. Гарнизон. Или с лагерей все-таки начать. Все-таки с лагерей тут столько лагерей в этом городе. Это, конечно, и пастбище хотелось бы, но лагерь ближе просто. Так, я, наверное, эти два приказа на скаута потрачу. Видите, тут карфаген держит место для основания города и ведет уже поселенца. Серебро. Да, слушайте, крутой город будет. Так, ну, следим за нашей группировкой. Северная группировка прачников. Возможно, сейчас будет разбито набегом варваров. Что за звук? Ну, серьезно? Вы решили город прям атаковать? Это все от По. Ну, тут хоть прачника. И вот это сзади, конечно, в попочку нам приходят. Да, но это хорошо, что там в лесу стоит. Так, наши шпионы докладывают, что их связи в Ассирии и в Риме могут помочь переговорам и улучшению взаимоотношений. Куда надо направить своих посланников? Давайте глянем. Значит, друзья, где у нас кто находится? Ассирия здесь, Рим здесь. Ну, то есть Ассирия поближе, да? Отношения у нас... Ну, с Римом похуже. Наверное, я бы с Римом улучшал отношения. Давайте в Ассирию. В Ассирию. С Ассирия улучшал бы отношения. Так, враг ударил по Персеполю. Тем временем к вам подходит Пармида с предложением. Она советует открыть городские тюрьмы и набрать из заключенных пополнение для войск. Появятся ополченцы в Персеполе, две штуки. Не, вы знаете, там могут... Они потом могут восставать. Давайте не надо. Тем более, что это ополченцы. Это даже не воины, знаете. Они даже не апаются потом никуда, по-моему. Так себе войска. А, вот я что хотел сказать. Так. Убиваем. Теперь, наверное, здесь мы потерпим эти атаки Персеполя. Надо вот с этими разобраться. Или нет? Или нет? Тут, видишь, в лесу стоит и в обороне. Там тяжеловато будет. Надо сначала с этим набегом закончить. Так. Висячие сады. Что у нас с камнем пока накапливается? Какие у нас святилища мы можем здесь сделать? Светилища отары плюс 20, ну, соседним рудникам. Кстати, давайте вот тут тогда святилища отары рудникам. Вообще, круче всего было бы, конечно, здесь поставить. Ну, хотя здесь тоже я бы... Ладно, тройничок. Так, это фермам неинтересно. Это лагерям. О, кстати, а лагерям вот тут мы сделаем, да? То есть что там у нас дофер... Ладно, давайте вот тут святилища отары. И плюс одно за соседние лесопилки. Так мы еще лесопилки вокруг него сделаем. Ладно, святилища пока строим. Больше потрачено... Видите, три приказа, потому что надо два приказа для полной вырубки леса. И один приказ уже мы строим. Что, соберем драгоценные камни. Ну что, будет дальше Персепали атаковать или все-таки Прачников? Мне бы хотелось, чтобы Прачников... Да. Нет, блин, Персеп, отбежал к Прачников и атакует Персеп, а что за бред? Прикол. Завершил обучение тактики. Так, интриган. А так, а кем я могу... Кто мне нужен? Военачальник, оратор или дипломат? Герой либо интриган. Черт. Ну, наверное, тогда героем берем. Возможно, тогда этого пересажу в дипломата. Хотя тут как-то маловато. Он добавит 10 мнений племени и мнений религии. Всего на 10. Отратить целую соточку. Ладно, сюда, наверное, назначим полководца. Нашу новую героиню. Плюс 28% к атаке. Норм. Так, остальными мы... Будем добивать этого. Я сюда, видите, сюда захожу, чтобы полечиться на территории потом, следующим ходом. Так. Ну, постреляю просто отсюда. А эти у меня должны все вылечиться. Дальше. Надо ли нам тут... Ну, вообще, стоит посмотреть. По идее, горная гряда должна какая-нибудь открыться. Вот эта. То есть, каждое это название нам добавляет легитимности. Открытие территории. Так, а лошади что дают? Денюжку. Судеты. Тут судетские немцы где-то будут появляться или что? Так. Пастуха сделали. Больше пока жителей нету. Ну, я бы прачника все-таки. Хотя у меня вот этот город как раз... Этот город как раз у меня мало... Ну, семьи, с которыми у меня плохие отношения, значит, что и юниты будут хуже. Видите, минус 5% к защите. Ну, все равно прачников давайте. Это же способность персов, что они быстрее именно стреляющих юнитов строят. Тут армия побольше нужна. 100%. Тем более, я тут пока не знаю, куда мне город ставить. Не разведано. Видите, и Карфаген сильнее. Не, Рим той же силы. Сообщение о набеге племени фракитов около Садарваз. Еще один набег. Ой, и царь заболел. Нет. 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 Придворного купца можем получить. Давайте. Блин, только какая-то старая. Ее невозможно использовать пока. Так, где у нас Артакама кровожадная. 35 лет. Подожди, а что она такая? Картинка у нее как старая, как будто... И может полководец быть уничтожен. Тоже прикольно. Так. Надо, наконец, с этими разбираться. У нас имеется уже посел. Надо туда город ставить. Одион я еще не открыл, да? Дороги может начать. Кстати, у меня не соединен... Нет. Садарваз, сказать, соединен. Вот отсюда какой-то набег идет. Тоже хреново. Но мне сначала тут надо разобрать. Да. Слушайте, давайте еще и тут прачника строим. Черт. Дорогой. Где у нас дороги? А, так, слушайте, и которая соединена. Видите, получается, по морю Персепаль с Садарвазом соединен. А Садарваз, которая вот по этой рекой. Получается, что у меня соединены везде. Но дороги... Две нет, наверное, и не надо тогда дороги строить пока. Так, ладно, надо подумать. Стоп. Блин, надо было в пряности заглянуть. Ладно. О, видите, Эльбрус открыли. Легитимность добавилась. У Карпагена три города. Так, тут рабочий. Ну что, из-за один ход... Из-за один ход лагерь, что ли, построил? Прикол. Не, ладно, давайте еще один лагерь. И вот тут я светилище потом сделаю. Так, поставить, чтобы побольше лагерей нет. Походу, нет. Именно, чтобы рядом с двумя только там и там. Ну и посел. Ну я бы, наверное, подходил. Нет, сначала этого рабочего определим. Да, кстати, домики же вроде необязательно соседствовать должны. Если я ничего не путаю. Да, необязательно, чтобы он в любом месте написано. Да, значит, мы еще один домик можем ставить. Но я, наверное, здесь поставлю. Просто они, чем дольше они ставят, тем быстрее. Они же постепенно вырастают. То есть они деревня, да? И через 20 ходов они будут поселком. Видите? Потом он еще дальше будет растить. То есть чем быстрее вы поставите эти деревни, тем лучше. Ну и два приказа. Я бы, наверное, подходил сюда потихоньку. Надо город ставить. Снизу там, конечно, сейчас будет набег. Но сначала надо тут город поставить, чтобы решить проблемы с этими варварами. Откуда набеги? Это вот эти все минорные фракции постепенно получают... О, мы оправились отнимаем. Больше не больны, слава богу. К нам прибывает делегация римлян с предложением руки и сердца для владычицы Гордия Смелая. Судья. Харизматичный и дисциплинированный. Ну, то есть он к нам присоединится. Либо оратор. Он туповатый, но тоже очень красивый. Не, мне что-то вот этот больше нравится. Давайте согласимся. Так, все. Можем ставить город. Ну, это вообще, в принципе... Ну, хотя вот так мы... Ячмень. Давайте, наверное, сюда тогда. Не хватает... Приказа. Купим за 100 военных очков. И тут мы ставим опять охотников, потому что опять куча сетей. Леша с искусством. И выполнили амбицию контролировать 4 города. С недавними приобретениями границы Персии вырисовываются все четче. Проведя пару хлопотных дней в своих новых городах, вы ненадолго отрываетесь от дел и размышляете. Чему устремитесь дальше? 7 городов. Контролировать 6 городских сооружений. Ну, кстати, вот это вообще выполнимо. Давайте 6 городских сооружений. Это имеется в виду вот типа домик вот этот, гарнизон, по-моему. То есть, всякие городские постройки. Светилища будут. Да, и светилища, кстати, считаются тоже. Так что это вот сейчас достроится. Тут мы построим светилище. Да, и домик. То есть, я уже прям вижу, что я могу выполнить все эти. С рабочего начинаем. А, у меня нету больше ходов. Так, ну пока вроде снизу варвары не набежали еще. Они могли, кстати, к кому-нибудь и другому побежать. Может быть, к Ассирии побежали. Нет, вот они, блин. Черт. Так, что-то надо будет срочно сюда, конечно, перемещать войска. Леша Смогучий. Так, а что вы к крысинскому язычеству, а не к Зарастри? Ну, язычество появилось, потому что я светилище построил. Во, бесплатную колесницу надо. Так, я могу канцлера. Во, вот тут дофига у нас есть желающих. Минус 4 роста, но плюс 15 очков, как это хреновато. Судья Ксеркс. Кстати, я бы его назначил. Да, я понимаю, что здесь вот получше есть. Но дело в том, что этот из семьи, с которым у меня плохие отношения, если я его назначу, видите, нету минус 80 за то, что нету членов совета. Я просто плюс 80 сразу в семье получу, что надо его назначать. Видите, плюс 83. Так, дипломат, у меня только этот полководец, и я его не хочу назначать. Так, с вами встречается олигарх Апама-младшая, дабы обсудить государственные дела. Не так давно, после смерти Гурдзад Крутка, она возглавила семью мехронидов. Вы с ней идете по саду, беседуя о том о всем, пока наконец не переходите к самому важному. Судя по той переписке, что довелось прочесть, моя предшественница Гурдзад, упокой, господи, ее душу. О ваших с ней отношениях упоминала довольно вскользко. Я не могла не явиться лично, мне хотелось своими глазами видеть, что вы за человек. Давайте я стану верным покровителем мехронидов. У нас хорошие отношения с ними было, плюс 400-506. Ну, а денег у меня дофига на данный момент. Форосский маяк могу начать строить. Но, правда, нету для этого пока ресурсов. Ладно, сейчас я подумаю. Мне бы эти приказы тратить на переброску пращников сюда. Тут у нас с Адарвазом проблемки. Так, меткий стрелок. Дальность увеличивается. Увеличивается. Так, здесь. Тут прачник, тут прачник строится. Все, что я могу еще ходить разве этим. А вот этим могу ходить. Так. Пять приказов. Тут рабочий. Тут рабочий. Честно, почему мне игра тут предлагает гарнизон строить. Серьезно, разве я могу еще одно святилище строить? Я думал, по одному святилищу в городе, возможно. Но, может быть, это у какой-то цивилизации такие ограничения. Так, ладно, я хочу скаутом походить. Ну, шпионскую сеть круто создавать. Но пока нету мастера разведки, видите, мы не можем это сделать. Так, я бы этого рабочего спрятал в городе. Или сюда все-таки перейти для создания... Ну, просто странно, гарнизон в ту сторону. Он дает плюс 20 процентов. А, на всех просто дружественных землях дает плюс 20 процентов. Я думаю, только когда там находишься внутри. Ну, тогда ладно, давайте сюда перейдем и потрачу на вырубку леса приказ. Так, сейчас Садарваза будут тут мутузить. А каждая атака города, я напоминаю, плюс, по-моему, 10 несчастья. Вот, даже всплывает, видите, плюс 10 несчастья. Не, понятно, что они не возьмут город, но это все равно неприятно. Рим войну нумидийцам объявил. Персидское язычество, возмущение. Блин, а что так много к персидскому язычеству перешло? Хотя у нас Зороастризм раньше появился. Я бы, наверное, наследника поддержал. Тем более, что мы вроде как планируем убийство этой царицы Аждонат. Так что да, царевич Гизгон, несомненно, прав. Аждонат то еще посмешище. Так. Стены завершились. Ну, кстати, я бы... О! Да, я бы сделал спеца охотника. Просто думаю, когда вы делаете спецом, то соседние клетки добавятся. Просто думаю, поэтому сюда, наверное, сюда все-таки. Так, теперь здесь мы святилище очередное. Вот, плюс 20 с соседним лагерям. Теперь армию двигаем. Так. Так. Благодаря прокачке Меткий стрелок и орлиный глаз Я даже сюда могу достреливать Но я по нему буду стрелять Потому что эти в лесах стоят У них Защита от стрел неплохая Именно уже и тут Город Карфагена стоит Видите не хватает камня Но я могу нажать alt И не достающий камень купить Денег у меня дофига Да непонятно что с этим Наверное отправлю сюда Сети строить пока у меня там рабочие Еще не построились все Блин все в лесах расположились Это конечно минус использования Стреляющих лучников И еще И еще набег племени Нумидийцев Укол Садарваза О Умерла Аждат Отлично А теперь у нас хотя бы улучшились отношения Значит с Карфаген Так мы получили Колесницу Надо Одион открыть сначала Мне не так дерево нужно Как культура Потому что Одион вот тут мы будем строить Рядом с домиками Видите построили домик Еще клетки вокруг добавились Так сначала мы тут будем Юнитами ходить Да Наш Наш ассасин Отравил Аккуратненько Причем никто не узнал Что это Наша вина Так как у нас с Карфагеном Теперь плюс 25 Видите Убийством и поддержкой наследника Мы улучшили отношения Так инженер Щитоносец Или просто храбрость Плюс 10 против отряда Давайте на рассчитаносец Не знаю как могут быть Щитоносцы Прачники Но Так Так И этим Наверное сюда Сейчас еще будет отсюда набег Так а колесница у нас там Что может Плюс 25 Ближний бой Если равнины И нет растений Плюс 50 против фасадных Ну такое Не знаю пока не хочу ходить Давайте Скаутом поисследуем Медика соберем Похаваем О Соль Соберем Надо понять Куда нам еще Города ставить Так а эти у нас Сети Плывут Обрабатывать Сети Обратите внимание Что рабочих Можно до ополченцев То есть Когда вам нечего Будет Обрабатывать На территориях Можно просто Улучшать До ополченцев Так Нам очевидно Сюда Надо какой-то Город Ставить До хоррэ Блин еще А ну да Это же там было написано Что будет Черт Так Царь Вавилонии Погиб Покинул этот мир Все больше Персидского Язычества Так Андрея Можно Он тоже На военные Действия В последнее время В нашем королевстве Накалилась напряженность И сражения Происходят По всему региону Так что Пожалуй Неудивительно Что Царь Мастабар Это видимо Нумидийцев Прибывает К вашему двору В поисках аудиенции Как вы без сомнения Знаете Начиная То в настоящее время Мы ведем Войну с Вавилоном Наша война Идет не очень хорошо Но мы могли бы Но вы могли бы Помочь изменить Это Так Что вы на это Ответите То есть Мы либо Объявим войну Вавилону Причем Это минус 680 Минус 320 Военных очков Но дают Элитных Гессатов Либо Просто Дадим им Вот это вот Все Но без Объявления Войны То есть Мы должны Помогать Но тихо Чтобы никто Не знал Либо Ничего Не будет Ну я бы вообще Наверное помог Элитные Гессаты Это прикольно За 680 И генералу Полководцу Кровожадный Против раненых Да Да Давайте Кровожадный Становлю Становлюсь Отлично Отлично В первую очередь Строим Так Подождите А я Вроде Не сделал Да Сюда Мне надо Специалистов Посадить Чтобы Жемчуг Добывать И красители Потому что Это Ресурс Роскоши Редкий Ресурс К счастью Сможем В города Посылать Так А слоны Что дают Деньги Не Не хочу Собирать Ливанские Горы Открыли Ну Наверное Все таки Стоит сюда Колясочку Перебросить И еще Два приказа Нету Никого Нового Не появилось О Появилось Архетип Военачальник Ну Кстати Ничего Такая Она Нигде Сейчас Не задействована У нас Да Давайте Так Теперь Что Могут Делать Тут Мы Теперь Можем Торговать С цивилизациями А этот Парень Дары Семье Так Вот тут Чеканка Монент Чтобы Снизить Несчастье А вот Преподнести Дар Семье А Приказы Нужны И торговые Стрелки Тоже Приказы Вроде Нужны Да Ну Ну Я бы На самом Деле Так Как У нас Вообще Не знаю Со Сирии Б Наверное Начал Той же Силы Примитивной Той же Силы Примитивной Рим Сильнее И Карфаген Сильнее Надо подумать Куда Куда То Надо Отправить Караванчик Так Так Я по идее Три хода И выполню Эту амбит Да и Десять Населения Тоже Должен Уже Выполнить Скоро Значит Вообще Леша С Выдающийся Е Контролировать Десять Единец Населения Выполнил Отлично Карфаген И Ассирия Мир Они воевали А нет Мир Это Не перемирие Это конкретно Мир Мы сейчас Со всеми В перемирии Находимся Блин Вот эта Семья Приняла Плохо Приняла Язычество Как официальную Религию Че-то у меня так Зароастризм Плохо Распространяется Непонятно Могу я Одним Ударом А если Тут находился То мог бы Ну-ка Прикол Отлично Абсолютно Одинаковый Да Урон Наверное Это Надо Стоять Потому что Мы тут Тогда Сможем Колесницу Использовать Еще О Отлично Добиваем Разгром А разгром Означается Что мы можем Еще раз Проатаковать Это способность Лошадок Кстати А где это Ага Вот После сражения Доступна Повторная Атака Это если Вы убили Коляской Убили Кого-то О Прачник Сразу С уровнем Точность Закаленные Против Племени 25 Давайте Против Племени Так Скаутами Побегаем Тут Надо Исследовать Где мне Город Ставить Еще Возможно В ту Сторону О Рынка Что там Интересного Среди руин Мы встречаем Израненного Ветерана Войны Она Говорит Что когда-то Возглавляла Армию Великой Нации Но следы Былого Величия Ее народа Канули В лету Если мы Согласимся Выслушать Ветеран Готов Поделиться Своими Обширными Знаниями О тактике Ведения Боевых Действий Ну почему Нет Военная Подготовка Изучим Не Нам Сейчас Воинов Меня по-моему Сейчас Дофига Воинов Так что Давайте Обучимся Так Что за Военная Подготовка Кстати Это где Вот Казармы Мы открыли И можем Поднимать Боевой Дух Так Прачники Завершил Давайте Так Жемчуг Или красители Что Тут Хотят Ага Вот Это Семья Жемчуг Так Что Сначала Жемчуг Мы Семье Отправим Его Скорее Всего В общем Надо Бы уже Поселенца Строить Но я Наверное Поселенца Вот тут В Артакане Построю Чтоб Сюда Везти Потому что Сначала Надо Тут Разобраться Со Всеми Так Что Мы Куда Мы Этого Прачника Отправим Так И Так Чтоб Совсем Уж Не Убили Да Надо Тут Тоже Там Золото Есть У меня И так Дофига Денег Ой Тут Что-то Их Много Фак Не Не Должны Прачника Конечно Убить Но Валить Надо Будет Отсюда Леши Спрославлен Еще Одну Амбицию Выполнили Царь Кезон Способный Покинул Мир Не Особо Способный Он Был Дочка Заболела Головокружение И слабость Завершив Новое Городское Сооружение Вы Не Спеша Оцениваете Со Всех Сторон Видите Происходит Событие Потому что Выполнил Амбицию Города Персии Уже Обретают Зримую Форму Но Работа Еще Непочатый Край В Какое Русло Вы Направитесь Еще Одна Амбиция Будет 20 Городских Сооружений Принять 4 Закона 800 Камня Вы Знаете Я Не Буду Принимать Амбицию Объясню Если Вы Не Успеваете Принять Выполнить Амбицию Правитель Он Умирает То Амбиция О Бесплатный Посел Не бесплатный Посел За науку То Амбиция Переходит Следующему Правителю Но Во первых У вас 20 Ходов Всего Останется Для Ее Завершения Во вторых Она Меньше Дает Легитимности 5 А не 10 Поэтому Мне кажется Все таки Лучше Сначала Мы уже Выполнили Три амбиции Это зашибись За одного Правителя Три амбиции Это довольно Редкая Возможность Так Покупаем Тут Камень Скажите Странно Почему мне пишут Что мне купить 8 камня Хотя Очевидно Он 50 камня А у меня 21 То есть Мне нужно Не 8 камня А 29 Что-то Странно А почему Один Строю Потому что Он будет Соседство Домиком За соседство С домиками Больше культуры Давать Здесь Ну и Плюсном Культуру Надо Повышать Причем Игра Предлагает Гарнизон Там Строить Я Чмень Хочу Сначала Сети Мы Этим Потом Достроим Так Тут Есть Гарнизон Можно Попытаться Губернатора Минус Одно Военное Очко А вот Этот Оданивал Глупый Но Праведный Ну тут Вообще Надо Вот этого Сажать Потому что Он Минус Два Несчастья А тут Мы Много Несчастья Сейчас На Получали Его Давайте Давайте По городам Еще Проверим Забыл Где у Нас По-моему Города Да А здесь Еще Мы Не Можем Наместников Посадить Так Нам По идее Должно Хватить Прачника И Колясочки Убить Отлично На них Деньги Потратил Блин Гарнизон Построен Ну Мне советуют Пастбище Но мне кажется Надо каменоломни Вокруг Вот этого Мрамора Потому что У меня камня Вообще Плюс два Всего лишь Что Давайте Каменоломни Вот так Вот вокруг Сделаю Каменоломней Каменоломен Так Ну я хотел Здесь поселенцы Делать Но уже Так Как мы Получили С науки Сможем Сейчас поселенцы Через два хода Пожалуй Спица Чтобы Этот Был Так Ну я не буду Ничем тут Ходить Скаутом Лучше дальше Пойдем Исследовать Территорию Два приказа Буквально Осталось О Смотрите Какие тут Горы у нас Да Мне наверное Придется Воевать С кем-то Ну С фракийцами Скорее всего Видите Тут Нумидийцев Дофига Вот это место Надо еще Тут Посмотреть Но судя по всему Ко мне Ассирийцы Через горы Не смогут Пролезть Так А что у нас С фракийцами Минус 50 Ну тем более Фракийцы Вообще Где-то еще У нас Имеются По блин Тут Нумидийцы Нумидийцы Сплошные Нумидийцы Всего лишь Один Лагерь Фракийцев Надо будет Завалить Да Я думаю Сейчас мы После этого Вылечимся Здесь Прачниками Хотя Конечно Тут Хотелось Бы Город Поставить Вообще Еще Зависит От того Что Здесь Находится Блин Все Так Непонятно Я же хотел Караван Еще Отправить Ну блин У меня Приказов Маловато Так Царица Осирии Умерла Ваш Сын Который Наследует Трон Скончался Нифига Себе А что Произошло Произошел Несчастный Случай Под ним Взбрыкнула Лошадь Ваш Андрей Упал И сломал Себе Шею Смерть Пришла Мгновенно Нихрена Себе Ну давайте Всеобщий Траур В Персе Минус 10% Приказов Но Блин Ну теперь У нас Дочка Наследница Героиня Пью За истинного Так За ужинов Присутствует Царевна Гордия Ваш полководец Шапуровый Начальник Поднимает Кубок И Саркастический Пью За истинного Наследника Персии Царевна Гордия Смелая Задета Такой Двусмысленностью Она требует Чтобы военачальник Устроил Взбучку Так Заточим Пускай Сразятся Друг С другом Блин Ну либо Его заточить В тюрьму А у нас Иначе Наследника Не будет Мы Тут Если нету Наследника То Конец Игре Не Ну вон Хотя у нее Дочка Есть Блин Че-то Внезапно Внезапно Проблемы Начались Ладно Я его в тюрьму Заточу У нас Дочка Хорошая Каким вы Хотите Чтобы вас Запомнили Много лет В вашей жизни Дают о себе Знать В каждом Движении Но вы еще Не слишком Стары Чтобы Чтобы Не действовать Знаю Что Конец Скорее всего Близок И Это Вносит Определенную Ясность В ваши цели Будете ли вы Использовать Свою Неиссякаемую Энергию Чтобы Стремиться К новым Амбициям То есть Нам опять Предлагают Амбицию Семь городов Контролировать Принять Закон О добровольной Службе Уничтожить 10 Вражеских Отрядов Ну Кстати Уничтожить 10 Вражеских Отрядов Тут Фракийцы Там Варвары А сколько Лет 58 Блин Ну давайте Наверное Все таки Возьму 10 Вражеских Отрядов Так Тут Светилище Тоже Сделано Ну Наверное Продолжаем По лагерям Пока Не хочу Гарнизон Мало Мало Камня Апуанские Альпы Так А что тут Проход Есть Да Тут Есть Проход Продолжаем Восстановление Так Ну что К фракийцам Давайте Потихоньку Подходить Так Есть Свободный Генерал Тут Еще Полечимся Здесь Подходим Да Ну тут Три Юнита Это Надо Будет Объявлять Войну Несомненно Так Этот Лечится Да Нету Больше Полководцев Но Можно Кстати Повышение Ему Дать Против Племени 25% Блин Давайте Я куплю Приказ Один И Все Так Отправлю Где Тут Торговля Вот Торговая Сделка Давайте Со Сирии Ну Не факт Что Они Согласятся Сейчас Три Хода Она Будет Пытаться Установить Торговлю Со Сирийцами Да Тут Хорошее место Тут Верблюды То есть Мы Сможем А Уш Решил Меня Достать Все Так Леша С Великолепный Опять Мы Заболели Черт Так Фаланги Открыть Мастер Разведки Лучники Ну 10 лет Слишком Долго Давайте Наверное Навигацию Тем Более У нас Куча Городов Правляется В отставку Из своих Преклонных Лет Ну Давайте Вот Этого Назначим Повышение Давайте Меткий Стрелок Тут 24 Всего Очка Надо Блин Надо Было Подойти Я Следующим Ходом Наверное Буду Объявлять Войну В Одной Из Каменолом Неподалеку От Столицы Рабочие Обнаружили Чудовищных Размеров Кости Неизвестного Существа Рабочие В ужасе Покинули Это Место Работа Приостановлена И Смотритель Каменолом Не Размышляет Как же Ее Возобновить Устроите Старым Рабам Показательную Порку Пока Все Не Вернутся Леша С великолепной Будет Жестоким Не хочу Поднесите Пищу Богам И просите Вас Защитить Минус 160 Еды Но Плюс Одна Мудрость Еды У нас До Хрена Так что Вполне Можно Уничтожьте Кости Изгоните Из них Дьявольский Дух Будет Получу Харизму И плюс Две Легитимности Передайте Эти Кости На исследование Ученым Но Это Плюс 60 Несчастья Зато Не Давайте Поднесем Пищу Богам Так Осила Сюда Ведем Каменолом Еще Одна Давайте Здесь Вот так Буду Вырубать Потихоньку Еще и Дерево Даст Города Здесь Мы Сделали Охотника Наверное Давайте Младшего Прислужника Культура И Наука Будет Капать Садарвазия Восстановление Завершено Отлично Так Тут Камнерез Есть Так Слушайте Можно Еще Одного Камнереза Но Пока Этого Достаточно Рудокопов Я тоже Не хочу А на Что Тут У нас На Указы Можно Типа Дополнительные Приказы Ну Такое Кстати А вот тут Колесницы Видите Можно Строить Потому что Лошади Обработаны Блин Я бы Наверное Стены Строил Ладно Куплю Во всех этих Городах Нужны Стены В любом Случа Они Начинают Несчастье Снимать Ага Вот тут Еще Фракийцы Но Все равно Надо Объявлять Войну Как раз Вот эти Места Мне И Надо Занимать Это Вот Хорошие Места Для Городов Вдоль Гор Как бы Еще Нумидийцев Но Я так понимаю Что мы С Нумидийцами Можем Кстати Можно К ним Мир Отправить Попробовать Потом Постепенно По-моему Можно будет Выкупать Эти территории У них Они могут При Союзе Они могут Давать Разрешение Селиться На своих Землях Как-то Вот так Ну афракийцев Надо Вынести Или Сейчас Уже Объявлять Войну У меня Семь Приказов Я в принципе Могу Их По Обстреливать Это у нас Кто Пельтастые Вот это Вам вообще По идее Должны Снести Ладно Давайте Наверное Объявлять За счет Разгрома Еще раз Можем Проатаковать У меня вопрос Вот с этими Юнитами Они пойдут Интересно На помощь У скаута Они не будут Такая Потому что Его не видно Не думаю Все-таки Что я За жизнь Царя Успею Выполнить Эту Амбицию Да блин Че ты на персеп Господи Че они начинают На город Сразу Лезть Ой 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 Что-то Больно Колясочки Ой Я все-таки Не болен Больше Отлично Так Молва О вашем Мастерстве В военной Подготовке Разошлось Далеко По свету Ко двору Прибывает Посол От царя Мании Воительницы Из Рима Со смиренной Просьбой Поделиться Знаниями С Римом Ну то есть Они хотят Теху Военная Подготовка Было бы Неразумно Раскрыть Тайны Государства Так И уровень Ну я бы Мудрость Все еще Повышал Так Так Надо разрушать Здесь Этот лагерь Чтобы можно было Город поставить А через А тут Блин Не река Ладно Мы отобьемся Я думаю Он еще Город атакует Блин Сволочь А тут еще Прачник У нас Так Восемь приказов Посела Подводим Конечно же Так Ну надо Гарнизон Делать Почему Мне игра Тут Предлагает Я бы Где-нибудь Так А Как он Должен С чем-то рядом Быть Не форт Гарнизон Городское Здание Город Плодород То есть Рядом Просто С городской Клеткой По идее Здесь Должно Строиться Да Строиться Просто Не хватает Камня Тупо Покупаем И Как раз Три Приказа Для Скаута Окончательно Тут Побегать Поисследовать Отличные Места Этих Уничтожаем Ставим Город И Премся Сюда Сейчас С этим Ходом Жемчуг Следующим Точнее Ходом Жемчуг Появится Ну Персидская Империя Широка И Красиво Блин Опять Там Набеги Варваров Начинаются Господи Что-то Тяжело Так Удалось Наладить Торговые Связи Со Сирией Значит Смотрите Мы 85 Монет Вход Но 8 Очков 26 Еды Но Один Приказ Давайте Наверное 26 Еды За Приказ Нормально Видите Плюс 20 Торговля Так Неподалеку от взятого лагеря фракийцев Наши войска обнаруживают ряд курганов Внутри в богатоотделанных усыпальницах Все пестрит украшениями Многие хотят разграбить это место Но некоторые опасаются неблагоприятных последствий Дисциплина Так Дисциплина получается Мне даст 47 Золото Вход А тут Одно момент На 200 То есть Если у меня Давайте попробуем Наверное Дисциплину повысить По идее Если у меня Мой правитель проживет 5 лет То я собственно Отобью Мне кажется Может прожить он 5 лет Так У нее Храбрость 6 Мудрость Харизма Давайте мудрость Она будет следующим правителем Как тут без мудрости Пожить Так Я ставлю город Наверное Не дотягиваюсь До цитрусовых Если я сюда ставлю Но зато уже город Будет Так И этот у нас будет Вот этих Ахиминидов Так Нужен новый дипломат Или Законы Не Давайте закон Пускай цивиков Маловато Так У нас Рим Просит Чтобы мы им Люксы Отправили Жемчуг Я наверное Откажусь Потому что Мне жемчуг Я хочу Вот этой Семье Выдавать Плюс К счастью Сразу С рабочего Начинаем Здесь Блин Ну что Опять Прачника Что ли Сделать Еще Там что-то Варвары Ладно Давайте Еще Прачника Варвары Летуют Так Ну и вот тут Видите Уже набег Опять Начался Мы тут С фракийцами Расправимся Пойдем Тут Отбивать Варваров Потом Сюда Каменоломня 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 Этими Далековато Бежать Просто Так Один приказ Наверное Скаутом Пробегу Надо Посмотреть Что тут Как тут Осирия Развивается Значит Мы пока Грецию И Грецию Еще кого-то Не встретили Блин Рим Есть Осирия Есть Персия Вавилон Египет Грецию Египет Но Египет Мы где-то Тут Видим Вот Потому что Священный Город Основан А вот Где Греция Непонятно Греция Думаю Где-то Вот Здесь Должна Быть Вообще Нам бы Вот В Катуре Наверное Надо будет Поселенца Строить Ух ты Не ко мне Побежали А не А к Карфагену Да Харе Сколько Вас Там Гордия Смелая Готова Собственную Бабушку Продать За пару Монет Всем Известно Сколько Она Алочная У нее Женет Бабушки Как же Она Готова Их Продать Так Посланник Нумидийцев Прибыл Ко двору Просит Срочно Его Принять Он Ехал В такой Спешке Что его Лошадь Рухнула В изнеможении Достигнув Городских Конюшен Эта Необычайная Спешка Должна Принести Предупреждение От царя Гауда Нумидийского О том Что банда Нумидийцев Собирается Отправиться В набег На ваши земли В набег На ваши земли И не слушает Голоса разума Гауда Не смогла Предотвратить Рейд Но хочет Предложить Нам помощь В отражении Рейдера В знак Прочной Дружбы Между Персией И нумидийцами Так То есть Если мы примем То 270 военных очков Получим Не примем То просто 2 легитим Ну давайте То есть На нас еще А можно посмотреть Где эта клетка 20-40 Нет Ладно В любом случае Набег Видите Будет Артакуана О Мы можем Какой-то закон Принять Я позже Я могу Сейчас выбрать Я просто Отложил Не хочу Так С недавних пор Вы подумаете О том Чтобы улучшить Отношения С патриархом Остягом Уязвленным Ну давайте О нет Так Значит Законы Мы можем Принять Централизация Либо служение Содержание Отрядов Меньше На 50% А тут Наука Я бы пока Служение Принял На самом деле Содержание Отрядов А ну и Мнение Наездников Увеличится Тут видите Пока мало Науки Ну правда 10 цивиков Вход Но с другой стороны У меня 83 И так Вход Есть Сюда Принимаем Служение Так И Набег У нас Я так понимаю Где Где-то Вот здесь Блин У меня реально Мало армии У меня Что-то Везде Набеги Какие-то Я не могу С этим Совсем Справиться Стены Ну что Еще Прачников Тут И лучше Младшего Прислужника Ладно Давайте Младшего Прислужника Пока Так Слушайте Ну вот тут Бегут К Арфагену Так что Мы можем Сюда Не возвращаться Надо Идти Сюда А Подождите Может Здесь Посила На оцеление Наверное Посила Вот здесь Быстрее Будет 7 лет Да Давайте В очередь Посила Поставить Через 9 лет Посила Которого Я сюда Поведу Так что Пока Мы тут Орлиный Взгляд Конечно Же И Лечимся Здесь Тоже Лечимся Так Давайте Вот этими Тремя Я Блин Ух 4 юнита Блин Я думаю Что мне тут Хватит Юнитов Отбиться Эти Два Еще Одного Надо бы Туда Давайте Этого Попробуем Добавить Еще Руинки Среди пустынных Холмов Исследователи Обнаруживают Заваленные Шахты Темные Проходы Усеяны Сверкающими Изумрудами Когда-то Их здесь Активно Добывали Экспедиция Предлагает Продолжить Раскопки Ведь внутри Скрыто Целое Богатство Но существует Риск Обрушения Тоннелей Так Возобновляем Работу Платим 240 Храбрость Увеличивается И дальнейшие События Или оставим В покое Давайте Все-таки Возобновим Посмотрим Еще тут Фракийцы У нас Но этих Фракийцев Я наверное Не буду Трогать Видите Тут скорее Ассирийская Забота Уже Кстати А С ними Кто-нибудь Воюет Кроме Меня Да Ассирия Воюет Зашибись Этих Фракийцев Должны Ассирийцы Угомонить Я бы Наверное Этому Повышение Дал Тоже Орлиный Взгляд Так Пойдем Наверное Дороги Строить Просто Чтоб Быстрее Бегали Так Ну и Пожалуй На этом Серию Можно Завершать Уже Так Я правда Хотел Чтобы уже Царь Умер Но он Какой-то Живучий Все-таки А серия Долгая Получается Так что Наверное Ну Нам сообщат За год До его смерти Обычно Сообщат О блин Вон где Набег Пошел Надо Туда Нестись Конечно Ой Появились Так Я известен Как Леша Великий Иудаизм Развивается Но мы Тоже Можем Ухудшается Здоровье Но видите Пока Не сообщают О том Что он Умрет Так Это мы Потом В следующей Серии Будем Выбирать Тут Я пожалуй Форум Открою И эпос С дальней Разведкой Можно будет Принять Не хочу Пока В луке Конечно Это круто Прачников Апнуть Но у нас Для луков Надо сначала Лесопилку Будет открыть Потому что Лук Очень много Дерево Требует Так что Сначала Так Пойдем Давайте Я вам покажу Что можно Религию На самом деле Улучшать Вот Зороастризм Видите Здесь вот Урень Первый Второй Третий Это все Можно Принимать Но для этого Нам нужны Священники Которых мы еще Не открыли Поэтому я удивлен Что иудаизм Так развивается То есть Египет уже По технологиям Где-то В монашестве Вроде как Должен быть Получать В общем Довольно далеко Уже Так Ну и Напоминаю Не забудьте Поставить лайк Поделиться Этим Видео Все-таки Ваша Поддержка Помогает Распространять Это все И Прошу Становиться Спонсором Или переходить На более Высокий Уровень Спонсорства Благодаря Нападению России На Украину Доход Канала Снизился Примерно На 60% Либо Просто посылать Мне По Пейпелу Денюжки Я всегда Радуюсь Когда их Получаю Спасибо Что Смотрите Спасибо Что Поддерживаете Играйте В умные Игры И Слава Украине Спасибо Что Досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу попросить Вас поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На которые Вы видите Сейчас На своем Экране Играйте В умные Игры И Всем пока Субтитры